Всем привет! Сегодня видео будет посвящено моим бюджетным фаворитам декоративной косметики. Покажу вам прям полный спектр того, что понадобится для такого вот достаточно простого нюдового макияжа. И все эти продукты я сейчас использую максимально часто, практически каждый день. И в некоторых категориях будет по парочке вариантов. В общем, поехали! Ну и начнем по порядку. В качестве тональной основы мне сейчас очень нравится использовать вот такой вот тональный крем от бренда Amma. И это тональный крем, который очень похож на такой BB крем корейский. Ну, собственно, это и есть корейский крем. Здесь огромная упаковка. Сколько миллилитров? 110 грамм здесь написано. И у меня оттенок 21. Это не самый светлый оттенок в линейке, как ни странно. Обычно я покупаю все самое светлое. Но это вот средний тон. И вот сейчас он мне тоже очень хорошо подходит. И летом хорошо подходил, когда я была чуть более загорелая. И сейчас тоже подходит. Что в нем классного? На самом деле, все. Практически. Во-первых, упаковка с помпой большая. И он бюджетный, естественно, за счет своего огромного объема. Я знаю, что есть здесь люди, которым нравится коллаген, пептид... Как он там называется? 8 пептидов тональный крем, да? Вот мне он не понравился. Хотя, да, он тоже бюджетный. У него тоже огромный объем в банке. Он мне не зашел совсем. Вот этот тональный крем мне понравился очень, потому что у него очень приятная кремовая текстура, такого BB крема корейского настоящего. Он прекрасно ложится на кожу. Он очень стойкий. Он держится в жару. Он держится во влажность. Он держится, когда ты как-то активно двигаешься. Он держится, когда дождь. В общем, он уже много что прошел вместе со мной. И он очень стойкий. При всей этой своей стойкости он не матовый. То есть он не закрепляется в какую-то некрасивую матовую такую маску на лице. Вообще нет. У него живой финиш. В обычной жизни я не всегда его припудриваю, потому что в целом спокойно отношусь к такому более влажному, сияющему лицу. Но здесь нет, на самом деле, вот этого бесячего сияния. Знаете, как у некоторых тональных средств, которые прям, ну прям лоснятся на коже. Я обладатель комбинированной кожи. Летом она склонна к жирности. В зиму она склонна к сухости. Но мне он подходил и летом, когда кожа была чуть более жирная. И сейчас, когда появляются какие-то иногда шелушения. Я сейчас стала использовать ретинол периодически. И понятно, что кожа так вот брыкается в разные стороны. Этот тональный крем прекрасно подходит. При этом у него средняя степень покрытия. То есть можно, конечно, сделать влажный-влажный спонж и сделать легкую степень покрытия. Но в целом это средняя такая укрывистость у него, что тоже очень удобно. Потому что если есть какие-то высыпания, какие-то покраснения, то он запросто их маскирует. И при этом выглядит на коже очень естественно. В этом тональном креме есть легкая-легкая такая серая нотка. Мне она не мешает. Но я знаю, что девушкам с очень теплой кожей и девушкам, которые такие более загорелые, возможно, это не понравится. Если мы говорим про консилеры, то несколько недель назад у меня появился вот такой вот консилер от белорусского бренда Relay Pro. Это вот такой вот, ну казалось бы, стандартный консилер. Full Cover Corrector он называется. И у меня оттенок 50 Pitch. То есть это консилер-корректор, который предназначен для зоны вокруг глаз. И когда смотришь сводчи в интернете, кажется, что это прям действительно корректор с отчетливым персиковым цветом. Таким прям конкретным. И я взяла два оттенка. Взяла вот этот вот и взяла такой натуральный. Мне кажется, десятый, по-моему, я взяла. Десятый я еще даже не открывала на самом деле, потому что этот мне был более интересен. И оттенок 50, вот этот персиковый, он на самом деле не то, чтобы прям сильно персиковый. То есть да, в нем есть персиковатый такой легкий подтон. Но когда вы наносите консилер в зону вокруг глаз, нет ощущения, что вы нанесли персиковый корректор. Кажется, что это просто консилер, который удачно корректирует темные круги под глазами. Ну, собственно, это то, что я от него ждала и хотела. У него достаточно тоненькая текстура, он не сушит кожу вокруг глаз. Он не дает полное перекрытие синих кругов. Синих? Синих? Ну, у кого какие? У меня темные. Он не дает полного перекрытия, но на каждый день, на мой взгляд, это вот прям то, что нужно. Плюс я иногда хожу без тонального средства на лице и могу нанести только консилер, если я куда-то тороплюсь. Например, я наношу консилер в зону вокруг глаз на какие-то недостатки и втушевываю это в кожу. И не все консилеры могут хорошо выглядеть при таком нанесении, потому что у них может быть какая-то слишком плотная текстура. Вот этот консилер даже в таком использовании мне нравится, как смотрится на коже. Отличный, достаточно стойкий консилер. Да, к концу дня он может куда-то там западать в вкладочки, в морщинки, но зато он не сушит. И в целом, в течение дня, на мой взгляд, он выглядит очень даже прилично. Так что да, это мой такой маленький приятный фаворит. Ну и плюс он бюджетный, мне кажется, в районе 200-300 рублей он стоит на разных сайтах. Поэтому да, однозначно рекомендую. Дальше у меня три продукта от бренда Tami Tanuka. Во-первых, это вот такая вот пудра, которая называется лунная вуаль. По-моему, она у них в единственном цвете. Ну, в общем, он такой универсально прозрачный, я бы сказала. И что здорово в этой пудре, это то, что она не матирует кожу намертво и не добавляет никакого сияния. Она дает именно такой живой финиш, просто закрепляет тональный крем и чуть-чуть сглаживает поры, то есть делает макияж более таким аккуратным и завершенным. Я ожидала от нее чуть больше сияния и поначалу даже немного расстраивалась из-за того, что вот мне не хватало вот этой вот какой-то подсветки такой лакшери. Но в итоге мне она понравилась как закрепляющая пудра. Это такая рассыпчатая, хорошенькая пудра, очень мелкодисперсная. Здесь удобная упаковка с сифтером в полной версии. Такая она с закрывающимся сифтером, что тоже суперудобно, если вы куда-то пудру с собой будете переносить. Короче, пудра отличная, плюс можно не брать полноразмера, а брать, например, маленькую версию и просто попробовать, насколько она вам понравится, и потом же, если что, брать полноразмер. Следующее, что мне понравилось от Tami Tanuki, это румяна. Мой оттенок называется солнечные облака. Я пересыпала свою миниатюру, которая пришла вот в такой вот стандартной баночке. Я пересыпала ее вот в такую банку с Алиэкспресса. Это не самый удобный формат, на самом деле, который можно было найти, потому что здесь внутри вот такой вот спонжик и не сифтер, а такая, знаете, сеточка тканевая. И здесь такое свинство, честно говоря, лучше бы я взяла банку с сифтером. Но, если мы говорим про румяна, то румяна у Tami Tanuki очень классные. Они матовые, те, которые у меня, по крайней мере, солнечные облака оттенок называется, повторюсь. Они матовые, и при этом они очень хорошо блюрят. Здорово выглядят. Единственное, что понятно, что не всем понравится работать с рассыпчатой текстурой. И, честно говоря, я сама для себя тоже еще не определилась, мое это или нет. Вот я сейчас в такой стадии принятия или непринятия, я еще не поняла. Но мне нравится оттенок, мне нравится то, как это выглядит на щеках в итоге. Поэтому, да, пока это мой фаворит, и я прям активно, практически каждый день их использую. Классный оттенок, красивый такой нюдовый, тепловатый цвет, который не отдает вржину, не делает никакого кирпича на коже. Очень естественный такой румянец получается, легкий. И при этом с этими румянами можно и переборщить, если захотеть, на самом деле, если какой-то более плотной кисточкой наносить, и более вуально наносить. И при этом все хорошо растушевывается. Никаких вопросов к этому продукту у меня нет. Следующее, что мне очень понравилось, это хайлайтер от Tami Tanuki, который называется порошок отражения Меркурия. Это очень такой деликатно-сатиновый, на мой взгляд, хайлайтер, который можно наносить и прям, вот знаете, так прям точечно, чтобы делать четкий блик такой аккуратный. И более вуально, чтобы получать более рассеянное свечение на коже. Классный хайлайтер. В нем очень круто то, что он не делает серую полосу на скулах. Многие бюджетные хайлайтеры грешат как раз тем, что вы их наносите и получаете яркий красивый блик, но когда отворачиваете голову, получаете вот здесь такую серую некрасивую полосу. С этим хайлайтером такого нет, он очень такой мелкий, очень вуально ложится очень хорошо и при этом дает и естественный блик, и более интенсивный, если вам захочется это организовать. Я думаю, что этот хайлайтер прежде всего предназначен для тех, у кого кожа светлая или очень светлая, потому что он такой прохладно-нейтральный, я бы сказала. Если кожа у вас более смуглая, то, вероятно, для вас он будет слишком контрастным и слишком неестественным. Но кому чего нравится, конечно же, мне кажется, что для светлой кожи он идеально подходит. Следующие это продукты для бровей, и здесь у меня два фаворита, один на самом деле такой, половинчатый. Естественно, жилет для бровей от бренда Vivienne Sabo, Brow Jelly, это моя вторая упаковка. Это прозрачный гель для бровей, который очень хорошо фиксирует волоски, и при этом им удобно работать, можно прям брови так хорошенько разложить. У меня брови очень непослушные, у меня жесткие волоски, которые не хотят никуда фиксироваться или укладываться как-то, это не про них. Я этот гель наношу обратной стороной автоматического карандаша, здесь такая коротковорсовая щеточка очень удобная, классно тогда все работает. Через полчаса брови становятся такими аккуратно уложенными, разложенными, и прекрасно выглядят в течение всего дня. Единственное, что вот этим желе нужно пользоваться до тонального крема, чтобы тональный крем, который есть на коже, не смешался вот этой щеточкой с гелем для бровей, иначе на бровях будет такой, ну, некрасивый какой-то грязноватый налет. Обычно у меня такая схема, я сначала наношу гель для бровей, потом наношу тональный крем, румяна, пудру, консилер, вот это вот, короче, все, что на лице, наношу, а потом возвращаюсь к бровям и прокрашиваю уже их карандашом. Сейчас у меня карандаш от бренда DIVAGE, а в оттенке, в каком оттенке, 1104, это такой стандартный не автоматический карандаш, то есть его нужно наточить практически каждый раз, если вы хотите получать более-менее аккуратные брови. Хороший карандаш на каждый день. Но, так как я не знаток таких карандашей, я уже давно такими не пользовалась, до этого у меня были в основном автоматические карандаши или маркеры, я как бы просто непритязательна была в плане таких карандашей, но мне в, наверное, в сентябре, да, наверное, в сентябре или в августе магазин RANDEVU прислал на обзор несколько товаров российского бренда Manly Pro. Вот как раз у бренда Manly Pro есть тоже карандаши для бровей, такие пудровые. Мне больше понравился карандаш от Manly Pro, чем вот этот DIVAGE, но я такой человек, который хочет сначала добить этот карандаш, а потом я перейду к Manly Pro. Мне показалось, что формула карандаша Manly Pro какая-то более продуманная, потому что он прямо отчетливо пудровый, он очень хорошо рисует, при этом он не слишком сухой, не слишком жесткий, не слишком мягкий. Вот с этим карандашом, когда работаешь после Manly Pro, ощущаешь, как ты им прям, ну как бы продавливаешь, да, немного по коже. Может быть, если кожа чувствительная, это кому-то может не понравиться, но мне показалось, что Manly Pro гораздо более такой приличный карандаш. На самом деле, я бы не сказала, что вот прямо этот я не люблю, я им пользуюсь, просто никаких супер восторгов и его сторону не испытываю. Закончу и повторять больше не буду, но сейчас у меня все равно никаких вопросов к нему нет, он мне и по цвету подходит, и в целом держится весь день хорошо, так что да, хороший карандаш для бровей. Следующее, что я вам покажу, это так называемые базы под тени, которые зачастую сами являются тоже тенями. Ну, давайте прям с базы начну, это, естественно, база от Art Deco, я ее очень часто пользуюсь, это такая липковатая база, на которой очень хорошо клеить пигменты, или какие-то малопигментированные тени, или какие-то сатины, в общем, если вы пользуетесь в основном бюджетной косметикой или пигментами рассыпчатыми, то база Art Deco, вероятнее всего, вам должна понравиться. Это такая рабочая бюджетная лошадка, которая усиливает цвет, пигментацию и стойкость очень многих теней. Еще одно средство, которое я могу использовать как базу, это вот такие вот тени Color Tattoo от бренда Maybelline, оттенок Dusk Doll. Это не матовые тени, и не тени с блестками, и не шиммеры, в общем, это что-то близкое к сатину, поэтому одни сплошные плюсы, на самом деле, в этом оттенке. Во-первых, он может быть использован соло на веки, то есть без какого-то дополнительного макияжа вообще, просто чисто на все веко нанести, ресницы накрасить и пойти по своим делам. Можно так его использовать, можно наносить его как базу под какие-то оттенки, можно наносить его под те оттенки, которые вам кажутся слишком прохладными, тогда они будут выглядеть чуть более живыми, скажем так. Но вообще тени офигенные, они у меня уже, наверное, год лежат, может быть, даже уже больше, и ничего с ними не происходит, они не засыхают, не становятся какими-то супер пластилиновыми. Ну и в целом, все тени от Maybelline, вот этой серии Color Tattoo, всегда на мне держались супер стойкой, вот прям с утра и до позднего вечера, пока ты их не смоешь какой-нибудь мицелляркой или лучше чем-нибудь двухфазным или жирненьким. Еще в качестве такой специфической базы под тени мне нравится матовый тинт от Luxe Visage, у меня оттенок 103 Nude Beige. Из всех матовых тинтов этой линейки этот оттенок показался для меня наиболее подходящим именно по тону кожи, потому что он такой какой-то одновременно и тепловатый, и нейтральный, нет в нем вот этой какой-то рыжины. И это такой бежевый цвет, наверное, действительно, он, во-первых, матовый, то есть он засыхает на веке в абсолютно матовое покрытие, во-вторых, это более тонкое покрытие, не зря это все-таки тинт называется. При этом очень здорово этот тинт смотрится на возрастном веке, на складочках, на морщинках, он как будто бы блюрит кожу века, выглядит супер красиво и необычно, и главное, этого не ждешь от продукта, который называется тинт, еще и матовый. Кажется, что он должен, наоборот, кожу как-то сушить, но это средство не сушит и выглядит очень-очень симпатично и красиво. Единственное, что некоторые говорят, что по этому тинту не очень хорошо потом рисуют обычные тени, какие-то там матовые, например, или наоборот шиммеры, которые вы пытаетесь приклеить, да, они не остаются на коже липкими, то есть лепить на них что-то типа пигментов там это, ну-ка, бесполезно, ничего не прикрепится. Я не скажу, что какие-то матовые тени хуже по ним рисуют, на мой взгляд, все хорошо, но вот такое мнение существует. Мне этот тинт нравится в случае, если я тороплюсь и не хочу сияющий макияж вообще, и при этом знаю, что мне нужно быстро накраситься, потому что этот оттенок очень легко тушуется в кожу, он прям очень-очень хорошо и лайтово так разносится по зоне вокруг глаз. Мне очень понравилось то, что он действительно такой деликатный, и нет вот этого ощущения как будто накрашенности, то есть макияж получается прям максимально нюдовый с этим цветом, рекомендую. Для глаз в качестве базовой палетки мне очень нравится использовать вот такую вот от бренда Faberlic, называется она Glam Team, и это палетка матовых оттенков для глаз и для бровей. Здесь есть и холодные, и теплые, и светлые, и темные, и черный оттенок здесь есть. Короче, прям полный комплект того, что нужно. Эти тени немного меловые, они могут немного пылить, но в качестве повседневной базовой палетки это офигенный вариант. Здесь все хорошо с пигментацией, здесь все хорошо с тушевкой, здесь все отлично со стойкостью, вообще просто никаких претензий. Ну, единственное, что упаковка здесь такая, конечно, ну, из такого дешевого, неприятного пластика, но если вы ограничены в средствах, и вам нужна базовая палетка с матовыми оттенками на каждый день, то это просто must have. Если у Faberlic бывают какие-нибудь скидки еще на нее, то вообще супер просто вложение, на мой взгляд. И да, ей можно красить брови, если вы красите брови тенями, так что мультифункциональный продукт. Короче, отличные бюджетные тени, которые и наносятся хорошо, и тушуются хорошо, и держатся хорошо, и цвета здесь очень правильные, и красивые, не слишком рыжие, не слишком холодные, даже серые оттенки здесь не грязные. Если мы говорим про какие-то сияющие текстуры, то здесь, естественно, к нам приходит та метанука, и тот оттенок, который вы видите сейчас у меня на глазах, называется корректировщик Ине. Это очень нюдовый, и при этом один из самых интересных оттенков у Тами Тануки. Если вы хотите начать знакомство с брендом, но не хотите ничего яркого, то корректировщик Ине это то, что вам нужно. У меня он вот в такой вот самопрессованной палетке, о том, как я прессовала пигменты, я рассказывала вот здесь вот в ролике. Переходите, смотрите. Ну, а вообще, корректировщик Ине, это такой бежевато-золотистый оттенок, причем золото здесь, ну, очень деликатное, то есть он скорее бежевый. Может быть, чуть-чуть бронзы в нем есть, но фишка этого оттенка в том, что в нем просто очень-очень много маленьких разноцветных блесточек. И за счет того, что это маленькие блестки, этот оттенок прекрасно вписывается и в повседневные макияжи, и в какие-то более праздничные. Он дает достаточно такой, знаете, спокойный одновременно блик, но при этом видно, что это какие-то тени с изюминкой, то есть это не какой-то банальный масс-маркет, это не какие-то простые тени. Видно, что оттенок выглядит красиво, необычно. Я знаю, что многие побаивают стами-то-нуку просто потому, что кажется, что это не косметика на каждый день, это не косметика для каждого. Но оттенок корректировщик и не это вот прям то, что подходит на каждый день, и никто вам не скажет, что вы как-то уж слишком сильно накрашены или слишком ярко. Нет, это классный оттенок для любителей нюда с изюминкой. Для глаз у меня, вы не поверите, сейчас только остался один карандаш, потому что я избавилась еще от одного в своей коллекции. У меня остался вот такой вот черный классический от Maybelline, Master Drama или что-то в этом роде, у меня уже здесь не видно даже название. Просто нормальный карандаш для межряснички, он достаточно стойкий, ему можно тянуть стрелку, то есть тушевать какое-то время, но он быстро фиксируется, так что нужно поторопиться. Хорошо держится и в межрясничке, и на веке, так что никаких вопросов у меня к нему нету. Кстати, если вы знаете классные карандаши для глаз, стойкие, которые можно наносить и в водную линию, и в межрясничку, и базу под тени им делать, такую темную подложку, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я, как вы понимаете, нахожусь практически в поисках, вот прямо сейчас готова купить уже какой-нибудь новый карандаш, коричневый и черный, потому что этот, конечно, скоро будет подходить к концу совсем. Из туши я сейчас тестирую вот такую вот от бренда Belor Design, называется она Black Corset, и это тушь с силиконовой щеточкой, елочкой это, наверное, называется, я больше люблю щеточки-ложечки, но эти елки тоже нормально. Щетка достаточно твердая, я люблю немножко помягче, но она не колет века, так как я боялась, например, Vivienne Sabo, что там, Кабаре, да, как она называется, самый известный тушь, вот она мне колет века, если она попадет мне куда-нибудь там в водную линию, то будет больно и неприятно. Эта щетка нормально прокрашивает ресницы, она делает их более длинными, более выразительными, но мне маловато объема от этой туши, может быть, она еще недостаточно раскрасилась, я вот, наверное, неделю пользуюсь, может быть, со временем она станет более такой драматичной на моих ресницах, но сейчас я бы сказала, что это хорошая повседневная тушь на каждый день, и что очень хорошо то, что она держится, не осыпается, не растекается, короче, все с ней нормально, но вау-эффекта на моих ресницах она пока не дает. Два продукта для губы я вам покажу, один я использую в хвост и в гриву практически каждый день, и это вот такой вот карандаш-помада от бренда Bourjois, называется серия Velvet The Pencil, и у меня оттенок 0,5, и эта помада-карандаш на самом деле у меня в Project Pen, и пока я не начала с ней Project Pen, я как бы не то, что сильно прям ее любила, но когда я стала ей пользоваться почаще, я поняла, что это просто офигенная помада, ей можно сделать очень красивый контур, ей можно сделать складку века, ей можно закрасить полностью губы, ей можно прорисовать уголки и чуть-чуть контур, чуть-чуть подтушевать, и у вас будут супер нюдовые красивые губы на каждый день. У нее такой нюдово-прохладный вот он, вот такой вот оттенок, здесь есть и розоватый, и лиловый, и коричневый, при этом здесь нет вот этой вот серости такой мертвецкой. Очень хорошо выглядит на каждый день, офигенно работает с контуром, не сушит губы, если вы их предварительно подготавливаете, не супер стойкая, я бы не сказала, ну там хоть чай, перекус выдержит, но прям еду, конечно, нет. Классная помада, удобная в нанесении, единственное, что ее нужно точить, но меня это не смущает, потому что она прям удобная. Я не очень часто пользуюсь помадами в стиках, в обычных, потому что мне как раз кажется, что как-то, ну как-то мне неловко, короче, с ними работать, я люблю вот такой формат, более сухой и похожий на карандаш. Офигенная помада, must have. Но сегодня на губах у меня не она, что ж, я все с ней хожу. Сегодня на губах у меня помада от белорусского бренда Reluie, серия L'Amiya Italia, оттенок 0,8. Эта помада такая в стике, стандартная, кремовая, табломатовая, это кремовая, и у нее тоже очень красивый нюдовый оттенок, но он более светлый, чем буржуа, и здесь, естественно, более живой такой сияющий финиш, здесь нет никаких отдельных блесток. Вот он, этот оттенок, вот видите, он более светлый и такой прям нюд-нюд. Это такой, знаете, простой нюд на каждый день, супер беспроигрышный, он не дает какого-то вау-эффекта, то есть это такая помада, которая нужна тем, кто ярко красит глаза, например, или тем, кто просто не любит яркие губы. Это очень хорошая помада, у нее хорошая формула, хорошая стойкость, хороший цвет, естественно, опять-таки мы говорим про то, что перекус она переживет только какой-то нежирный, классная бюджетная помада от белорусского бренда. Я ей пользуюсь уже очень давно, при этом я замечаю периодически, что этот оттенок мелькает в роликах у других девочек, у Натали фигуриста, я видела этот оттенок, она его тоже очень хвалит, и она тоже любит такие более прохладные оттенки на губах. По-моему, у Лены Токаревой я тоже эту помаду видела, она ее хвалила, и, по-моему, даже повторно купила. Короче, оттенок этот популярный, если вы ищите себе классический нюд в таком кремовом формате больше, то обратите внимание на восьмой оттенок в Леоме Италии. Обязательно внизу в комментариях поделитесь своими бюджетными фаворитами, я буду очень рада с вами пообщаться. Если вы еще не участвуете в розыгрыше сертификата в Золотое Яблоко, то переходите вот здесь вот по ссылке, и будет видео, где этот розыгрыш проводится. Я думаю, что вы еще успеете поучаствовать. Ну и, конечно, если это видео вам понравилось, было полезным, интересным, то поставьте ему, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, подписывайтесь на Телеграм, там тоже много всякого интересного. А с вами была Наташа, и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok